Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нью-Ротворд и в рубрике Лаборатория политического и военного анализа, сокращенно лаборатория пива. С вами Юрий Гемельфард. И Александр Глушенко. Итак, Сань, шизопрения в России набирает обороты. Дело вот в чем. Вчера в 19.30 по московскому времени на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации была размещена новость о том, что спецпредставитель российского президента Кабулов провел консультации с политическим офисом движения «Талибан». Они обсуждали вопросы разного рода. При этом мне особенно понравилось. Представители движения «Талибан» проявили заинтересованность в достижении устойчивого мира путем переговоров с учетом интересов всех этнических групп на население страны. Ну ладно. А также, мне это очень нравится, готовность соблюдать права человека, в том числе женщин, но в рамках исламских норм и афганских традиций. Шутку юмора оценил. Отдельно была подчеркнута твердая решимость группировки бороться, не ржать, господа, с угрозой ИГИЛ в Афганистане и искоренять наркопроизводство на территории страны, но после прекращения гражданской войны. Шутку юмора обратно оценил. Саня, вот объясни мне. Сейчас, 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 я закончу формулировку вопроса, потому что я офигел просто. Организация, признанная в Российской Федерации террористической, встречается с министром иностранных дел, в том числе, извини меня, и при этом, еще одна вещь, президент Российской Федерации Владимир Путин одновременно обещает Таджикистану военную помощь по линии ОДКБ против того же Талибана. Саня, кому-то из нас нужен психиатр. Шизофрения какая-то. Это не шизофрения, Юр. Это, понимаешь, для этого не слишком квалифицированного употребления. Вот нормальные люди, да, вот человек каким-то образом образованный, воспитанный, он склонен есть, скажем так, вареную, жареную, пареную, ну, какую-то там тушеную пищу, да. Ну, например, неважно что, картошку, капусту, там, я не знаю, макароны, там, еще что-то, что-то такое, то, что готовят. А здесь все сваливается в один котел, получается, какая-то окрошка непонятная, то ли, а может и пицца в конечном итоге выйдет. Ну, не, ну, речь, получается, о чем идет? О том, что то, что Талибан сейчас, на данный момент, я в этом уверен на сто процентов, приехал за баблом, это однозначно. К бабке не ходить. Серьезно? К бабке не ходить, но... Нет, чтобы установить свою власть, чтобы ее укрепить, в любом случае нужны деньги. Надо же содержать власть какую-то там, каких-то уездных старост, там, местную полицию, ну, что-то такое, чтобы что-то изображала из себя власть. Даже если они будут ходить в этих чалмах и балахонах, ну, это неважно, это местная традиция, можно ходить в чем угодно. Главное, чтобы был автомат. Да. Но человеку с автоматом надо платить деньги. Они приехали в Россию за деньгами из тех самых 300... А, стой, 300... А, 28% засекреченных статей бюджета. Вот где они лежат, эти 28% статей бюджета? Они лежат на случай вот этих... Продолжение советской традиции. Путин живет в парадигме Советского Союза. Замечай, он уже нарисовался в Центральной Африке, он нарисовался в Северной Африке, он ведет справедливую захватническую или освободительную войну в Сирии. Теперь он, как пел Высоцкий, распространение наше по планете. Особенно вдалеке, в общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. Бессмертный Владимир Семенов. Да, 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 да. Ты понимаешь, ну вот ты меня извини. Вот слушать такой бред, что они будут соблюдать права человека, в том числе и женщин, в рамках исламских норм и афганских традиций, если я сейчас начну конкретизировать, ролик забанен за пропаганду жестокости. Это во-первых. Дело в том, что через запятую, через запятую по нормам русского языка, в том числе и женщин, это написал Лавров, я уверен. Потому что вот этот вот меморандум, или как называется, заявление, или режиме, да, это и есть меморандум. Они издают этот меморандум, Лавров читал, 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 говорит, так, вы баб страшно не любите, извините, пожалуйста, я говорю на простом русском языке, вы женщин страшно не любите, поэтому они у вас ходят то в чедре, то в этом, как вы называете, чедра, паранжа, чедра, паранжа, чедра, паранжа, там какой-нибудь колпак на голову надевает, такой, чтобы одни глаза смотрели из нее. Вот. Вы страшно женщин ненавидите. Ну, давайте вот чуть-чуть, хотя бы для Европы, там, для мирового сообщества покажем, что вы еще и женщин любите. Они женщин-то любят, но только ночью и только в одном носке, чтобы она обязательно была. А так они ее не любят. Ну, и вот он через запятую поставил выражение, связанное с ролью женщины в современном афганском обществе. Значит, вся ситуация, вся конструкция налажена и заточена под огромную, большую оплеуху Байдена. Ну, Америки в целом, скажем так. Сейчас не важно уже, кто организатор отступления Америки. Байден, Трамп, Обама, Буш, там, дело в том, что само противостояние, это длится уже 20 лет, и Америка взяла на себя обязательство навести, в конце концов, порядок в этой стране. Вот они говорят, там, пишут в этом меморандуме, до окончания гражданской войны. Гражданская война в Афганистане не заканчивается уже 200 лет. Я специально поднял материалы, а на 200 лет идет гражданская война. Как минимум 200 лет она идет с момента начала изучения афганской истории. До этого про это что-то никто не знал. И туда никто не заходил. Ни с ракетами, ни с пушками, ни с танками, ни с саблями, ни с автоматами. Да потому что там такое-то не бог, что там... Да, да. Я, Саша, если я не прав, но, насколько мне известно, там, по-моему, даже единого языка нет. Я, может, не прав? Нет, там два языка, там официальных только два. Дари и Пушту. Интеллигентные, я имею в виду, образованные люди, которых там очень мало, и которые оттуда бегут, разговаривают на английском языке. Я знал Царство Небесное Человека, который в 60-е, 70-е годы, сейчас бы ему было уже лет, наверное, 90, работал техническим и военным переводчиком в Афганистане. В период развернутого строительства там социализма. Они там строили какую-то то ли атомную, то ли гидроэлектростанцию. А он там работал переводчиком. Он рассказывал про эти все нравы, что нравы там абсолютно рабовладельцы, еще до сих пор, по крайней мере, с 60-х, 70-х годов 20-го века измениться ничто не могло по определению. С чего ему меняться, если не поменялся уклад жизни? Нравы меняются тогда, когда меняется уклад. Ну, как вот, допустим, в Советском Союзе царскую власть кончили, установили колхозы, совхозы и общенародную собственность. И нравы поменялись тут же сразу. Ну, начали чаще расстреливать, чаще вешать, закапывать. А здесь никакой коммунизации, естественно, не произошло. Больше того, я сталкивался с этими людьми, с афганскими нравами в середине 80-х, когда меня отправили преподавать на курсы, высшие офицерские курсы в Ташкенте. Для афганцев были открыты высшие офицерские курсы. Меня, как передовика, значит, военные службы отправили преподавать туда огневую подготовку. Ты представляешь, бег или бай из богатого рода приезжал на курсы получить офицерское звание. Их учили 6 месяцев. Как у нас там, 4-5 лет. Их учили 6 месяцев. Они получали звание лейтенанта за своих этих войск, там, каких-то царандоя. При этом, я там проработал, где-то тоже с полгода, вот один выпуск сделал, да? Один бай едет получать лейтенантское звание с двумя рабами. То есть, он везет с собой человека, который будет гладить ему приуки, стирать ему одежду. Просто два униженных раба. То есть, рабовладельщики нормальные, то ли крепостные, то ли рабовладельщики отношения, это конец 20 века был. Я абсолютно уверен, что они не исчерпаны и не изжиты. А вот тогда в заключение у меня вопрос. Вот в этом сообщении сказана, ну, совершенно дурацкая фраза, что они собираются искоренять наркопроизводство, но только после окончания гражданской войны. То есть, 200 лет она уже идет, еще 200 лет она там будет идти, то есть, наркотрафик не прекратится. А вот не кажется ли тебе, Саш, что вся фабула вот этих переговоров именно в наркотрафике? То есть, много с россиян не сострижешь, а вот наркоту, как говорится, колумбийские наркотрафики Евросоюз зажимает, зажимает. А здесь, пожалуйста. Вот не кажется ли тебе, что в этом-то все дело? Юр, я не знаю, насколько глубоко российское руководство анализирует ситуацию, но мне кажется, что кто посеет ветер, тот пожнет. Если вот эти там, я не знаю, автомобили, мешки, вагоны, грузовики, фуры будут проникать на вот эту территорию, особенно в условиях экономической нестабильности, молодежь подсядет на то, на что нужно подсоединить, по крайней мере, вот этому исламскому движению, оно само по себе, идеология агрессивного исламизма, она предполагает введение противников в заблуждение. Да. Сейчас попросили денег, завтра туда пойдут фуры с этим дерьмом. Ну, если уже, понимаешь, штатные афганские военные, пограничники, царандой и регулярные вооруженные силы просто бегут с территории. Да. Они знают, что когда талибанская экспансия достигнет их, ну, там, я не знаю, боевых позиций, их военных городков, им просто будут резать глотки. Да. В целях того, чтобы эту дурь разносить и развозить по всему миру. Вот и все. Да, то есть здесь ты совершенно прав. Здесь, на мой взгляд, дорогие зрители, подчеркиваю, речь идет о наших предположениях. Фактов у нас нет, мы высказали предположение, что в итоге мы приходим к тому, что в обмен на бабло в Москву пойдут транспорты вот с этой самой дурью. И, по-моему, в этом как раз наш взгляд все и дело. Ну, я как всегда напоминаю, выводы делать только вам. Подписывайтесь на канал Ньюрошворд. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok